Дом, в котором живет Бог Две наши предыдущие встречи были посвящены таинству крещения Мы узнали, что в древности, перед тем, как креститься, человек целый год, а иногда и больше, обучался истинам веры Это называлось оглашением Сейчас эта традиция, к сожалению, забыта, поэтому человек должен готовиться сам, по мере возможности Читать Евангелие, знать молитву «Отче наш», символ веры Ну и, конечно же, ходить в храм Для самого таинства нужен нательный крестик и белая крестильная рубашка Ну а теперь, когда мы уже знаем о подготовке к этому таинству Пойдем дальше и поговорим о том, как оно совершается Перед началом самого крещения в специальный бассейн, который называется крестильня, наливают воду Если такой крестильни нет, то воду наливают в специальную чашу, которая ставится прямо в храме Эта чаша называется купель Давайте запомним Купель – это большая чаша для крещения Священник выходит из алтаря в белом облачении и начинает читать особые молитвы, которые называются молитвы на наречение имени В них в первый раз произносится имя, которое дается младенцу в крещении В церкви, друзья, не принято давать, какое попало имя А то знаете, какие бывали казусы в недавнем прошлом? Каких только имен не напридумывали Называли детей и коммунарами, и электронами Нет, в церкви установился свой особый обычай – давать имена в честь какого-либо святого Эти имена каждый год печатаются в церковном календаре И уверяю вас, список этих имен настолько велик, что из него без труда можно выбрать любое Вот видите, сколько их здесь Раньше родители выбирали своему ребенку имя того святого, который вспоминается в церкви в день его рождения Сегодня благочестивые христиане так и стараются поступать Начинается крещение с чина оглашения Священник от лица церкви силою имени Божьего прогоняет злого духа И запрещает ему в будущем строить козни тому, кто крестится После этого настает время самому человеку отказаться от него Для этого он поворачивается лицом на запад в сторону противоположную алтарю А как мы помним, алтарь – это самое святое место в храме Это символически означает, что человек поворачивается лицом против темных сил От тьмы мы будем отрицаться, глядя на запад Я трижды задам вопрос, и вы трижды на него должны ответить Отрицаешься ли сатаны и всех делу его, и всех ангелов его, и всего служения его, и сия гордыни его? Священник задает вопрос Отрекаешься ли ты от сатаны, и от всех дел его, и от всякого служения ему? На что крещаемый отвечает Отрекаюсь Ну а если крестится младенец, то за него на все вопросы отвечает крестный Это повторяется трижды Тогда священник говорит И дунь, и плюнь на него Это знак крайнего презрения И дунь, и плюнь на него С этого момента человек объявляет нечистым духом настоящую войну Но так как он еще сам слаб и не может победить зла своими силами То ему будет помогать сам Бог А теперь мы повернемся на восток Обычно алтарь храма православного на восток смотрит И глядя на восток, мы будем исповедовать свою веру во Христа Поэтому священник, повернув того, кто крестится на восток В сторону алтаря Задает ему еще один вопрос Сочетаешься ли ты Христу? Ответ Сочетаюсь Этот вопрос и ответ Тоже повторяются три раза Так человек выражает свое искреннее желание Быть с Богом всегда Ну а что же происходит потом? А потом Крестник или крестный Читает символ веры Помните, мы упоминали о нем в прошлой нашей передаче Символ веры Учить тому, во что должен веровать христианин Это учение изложено в кратких, но очень точных словах Можно сказать, что это ответ христианина на вопрос А во что, собственно, ты веришь? Итак, символ веры Это краткое учение о том, во что веруют христиане Мы обязательно посвятим символу веры Несколько подробных передач Но это чуть позже А сейчас вернемся к крещению Итак, после того, как символ веры прочтен Священник освящает воду в купеле А следом и елей Но это такое растительное масло Которым помазуется крещаемый При этом произносятся особые слова Помазуется раб Божий Здесь произносится имя Например, Андрей Помазуется раб Божий Елеем радование Во имя Отца и Сына и Святаго Духа При этом священник помазывает лоб, грудь, уши, руки и ноги Елеем радование Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Аминь В исцелении души и тела Слышь неверой Руцы твои сотвористи и создай стимя И вот сразу после помазания Младенца подносят к купеле Ну а если это взрослый человек То он подходит сам к ней И тогда священнослужитель Трижды погружает его в святую воду Если крестится взрослый То священник погружает его в воду Держа руку на его голове Крещается раб Божий Сергий Во имя Отца, аминь И Сына, аминь И Святаго Духа, аминь Таким образом Собственно и совершается Само крещение Итак Крещение Это троекратное погружение человека В святую воду Со словами священника Во имя Отца, аминь И Сына, аминь И Святаго Духа, аминь После этого Священник передает Крещеного младенца крестным Ну а взрослый человек Понятно выходит сам Тут же на него Надевается нательный крест И белая рубашка При этом поется Особое песнопение Которое в переводе Звучит так Ты многомилостивый Христос Бог наш Одевающийся светом Как ризой Подай и мне Светлую ризу Белая рубашка Или риза Это символ Новой одежды души Которую Господь Дает человеку В таинстве крещения И действительно Из купели Вышел новый человек И теперь у него уже Начинается новая жизнь Жизнь с Богом Ну вот друзья Этими радостными словами Мы с вами и закончим Разговор о таинстве крещения Вы теперь знаете Что это такое И как к нему следует готовиться А также Как оно совершается Ну а если у вас вдруг Остались какие-то Нерешенные вопросы Пишите на наш сайт Его адрес Вы сейчас видите На своих экранах А я диакон Сергий Борицкий На этом прощаюсь с вами До новых встреч И храни вас Господь Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин